Музыка Привет всем, кто уже потренировался или только собирается в эфире первого крымского программа «Мой спорт». С вами я, ее ведущий, Валерия Назирян. Прошлая неделя получилась по-спортивному насыщенной, так что скучать в течение следующих 26 минут вам точно не придется. Итак, сегодня в программе. Музыка В Крыму определились сильнейшие каратистов республики. Масштабный турнир, собравший в общей сложности больше ста спортсменов из разных районов полуострова, прошел в Симферополе. Из его победителей и призеров сформируют крымскую сборную, которой предстоит отстаивать честь региона на чемпионате России. Изначально организаторы турнира собирались пригласить еще и спортсменов из других регионов России, однако по погодным причинам те не смогли приехать. Но, как говорится, не было бы счастья, зато появился шанс у крымчан проявить свои таланты. Тем более ставки высоки. Победители и призеры составят костяк сборной Крыма на предстоящем чемпионате России. Надеемся, что с следующего года будет больше людей. Обещаю. Постараемся вывести на международный уровень. Крымчане сегодня очень известны по всему миру своими достижениями. Поэтому эта турнирная составляющая очень важна. Как и в системе образования, так и в системе спорта, так и вообще в жизни детей и взрослых. 14-летний Али Самадинов этот турнир республиканского уровня прошел на одном дыхании. А вот на общенациональном для такого же результата придется постараться еще больше. Тем более Али уже выступал на первенстве России по одной из версий и вернулся без медалей. Мне нужно тренироваться как можно больше. Там сильный уровень, был уже на соревнованиях. Увидел уровень. Ну, сделал выводы и теперь тренируюсь. А вот другой участник республиканского отбора по имени Степан собрал полный комплект наград. Его влов пять медалей и при этом амбициозный спортсмен еще и скромничает. Мол, мог и получше выступить. Особенно важно, что юный Симферополь ставит перед собой масштабные цели. Как в спорте, так и в жизни. Каждая его маленькая победа – большая головная боль руководителя силового ведомства. Я хочу стать командиром «Беркута». Я пришел в «Беркут». Мне сказал командир «Беркута», когда будет черный пояс, тогда уже надо приходить. Я стремлюсь к этой цели – к черному поясу. В командном зачете первыми стали спортсмены Крымской республиканской федерации «Шотакан карате». Комплект серебряных медалей остался за воспитанниками спортов общества «Спартак». Тройку призеров замкнули юные мастера отделения карате «Дома пионеров» в Симферополе. Нам, взрослым, нужно поддерживать маленьких ребят и тех, кто встает на путь спортивных достижений в этом направлении. А то, что каратисты всегда были изначально хорошими в Крыму и в советской истории нынешнего времени – это факт, подтверждающий, что у нас наши медали на чемпионатах-перминистах России еще впереди, ну и на более высоких соревнованиях. Чемпионат России пройдет в Москве с 17 по 21 декабря. О текущих делах крымского карате и его перспективах уже в России мы сегодня поговорим с вице-президентом профиля Республиканской Федерации Денисом Кимовым. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Денис, ну скажи, ты успел почувствовать на себе, собственно, все прелести конкуренции в российском карате? Да, будучи одной из первых зарегистрированных организаций в Российской Федерации, да, на территории Республики Крым, Федерация карате Республики Крым, мы уже в составе сборной Республики Крым посетили на сегодняшний день три мероприятия. Это чемпионат России, это фестиваль боевых искусств в Анапе, это первенство России и 18-го числа мы будем вылетать на Кубок России в Москву. Ну, ты знаешь, график впечатляющий, скажем так. График впечатляющий, страна большая, объемы огромные, есть куда, да, и сегодняшний день. Ну, а скажи, что нам, собственно, надо для того, чтобы приблизиться, и чего греха таить, превзойти, допустим, уровень наших российских соперников других регионов? Ну, будучи территорией Украины, занимал лидирующие позиции в области карате, то на сегодняшний день мы постараемся эти позиции удержать, но есть определенные нюансы, да. Это, прежде всего, как я вижу, заключается в конкурентноспособности. То есть в России, конечно, это намного-намного все, как бы, более в улучшенной форме, да. Большая очень конкуренция, вот даже будучи на первенстве России в последний раз, там было 900 участников из 54 регионов. Тут одно количество говорит о многом. Да, одно количество уровня, это уровень чемпионата, хорошего чемпионата Европы. И, значит, конкурентноспособность в каждой возрастной категории, кстати, было три возрастные категории. Это 14-15, 16-17, 18-20 лет. В этих трех категориях, значит, по пять весовых категорий. И вот в каждой категории весовой конкурентноспособность составляла где-то в районе 40-50 участников. То есть это очень-очень серьезный уровень. Ну, вот сейчас смотри, вот есть, будем откровенны, определенная международная изоляция, да, но многие специалисты точно так же говорят, что в этом есть определенный плюс. В частности, вот мы можем повысить потенциал наших спортсменов на внутреннем уровне. Как ты думаешь, что ты считаешь на этом? Я вам хочу сказать по этому поводу, что спорт все-таки должен стоять вне политики. И на спорт не должно влиять вот это. Мы его, тем не менее, пытаются втянуть, согласитесь. Пытаются втянуть, но и все-таки я знаю, что наши спортсмены, и крымские спортсмены, вот знаю, по кикбоксингу выезжали уже на международные турниры, и в Европу им ставили визы, и все нормально. И Федерация карате России недавно приехала с успешным результатом, значит, с чемпионата мира, который был в Бремене. И сейчас готовится на чемпионат Европы, который будет в январе месяце, поэтому я думаю, что... Но есть определенное преувеличение проблем, скажем так. Преувеличение проблем, оно существует, но я думаю, мы это все переживем, не такое переживем. Да и не в первый раз, верно? И не в первый раз, естественно. Скажи, есть ли уже конкретный календарь на следующий год? Больше, меньше станет соревнований? Да, календарный план есть, там забито более 30 мероприятий на сегодняшний день. Из них два международных, ну, а остальные все региональные и всероссийские. Денис, будем откровенны, что едва ли не самой большой проблемой крымского карате в предыдущие годы было огромное количество версий, соответственно, амбиций руководителей тех или иных федераций. Скажи, вот сейчас как-то мы можем прийти к единому знаменателю, насколько это необходимо сейчас? Это больная, больная тема для всех руководителей. Многолетняя, да, больная тема. Многолетняя, многолетняя тема больная. Значит, на сегодняшний день существует как бы одна федерация карате на территории Российской Федерации, да, которые имеют статус аккредитованный, да. Под этим понятием что подразумевается? Первое, это аккредитацию может получить только та организация, которая имеет определенное количество участников, определенное количество филиалов, количество тренеров с образованием, без образования. Вот, ну а также под статусом аккредитация подразумевается общественная организация, которая имеет непосредственное отношение сотрудничества с государственными структурами. Это Министерство образования и Министерство спорта на сегодняшний день. Вот, но все равно существует разногласия еще пока. Ну, я думаю, что этот вопрос... Ну, свет в конце туннеля есть, скажи. Да, конечно, мы этот вопрос урегулируем однозначно, просто сейчас основная задача моя как вице-президента это донести до всех президентов, скажем, других организаций общественных, которые развивают вид спорта, да, карате в различных ее интерпретациях, да, что мы должны объединиться. Объединиться прежде всего для того, чтобы мы на территории Крыма могли создавать не 25 чемпионатов Крыма, да, а один единый большой, где мы будем, создавая конкуренцию, большую конкуренцию своим же спортсменам, да, выводить на перенство и чемпионаты и Кубки России лучших из лучших крымчан, да, в этом направлении. Вот, ну, как бы, еще хотелось бы всем донести людям, которые вот приводят в этот спорт, да, в это единоборство, карате, потому что они подразумевают не только как спорт, да, но как и боевое искусство, да, вот, родителей, и вот, там, не знаю, братья, сестер, которые приводят в своих младших. Смотреть в оба, необходимо, да, и внимательно к кому-то ведете. Прежде всего, обращать внимание на образование, в какой организации он состоит, может быть, под этим кимоно скрывается какая-нибудь шарашкина контора, да, образная. Как чаще всего и бывает. Как чаще всего и бывает, да. Потому что карате, ну, что тут скрывать, он все-таки более коммерческий вид спорта, потому что существует, определенные проблемы. Сейчас, я знаю, эти вопросы решаются и по залам, и по инвентарям, и так далее, и тому подобное. То эти вопросы решаются за счет вот этих вот, так называемых, членских сборов, да, или пожертвований благотворительных с детей. Денис, ты сам говорил, что, опять же, сейчас едва ли не первостепенной задачей является популяризация в регионах карате, да, вот, насколько этот процесс сейчас успешен, и насколько много необходимо сделать. На сегодняшний день уже открыто семь филиалов Федерации карате, которые непосредственно сотрудничают с государственными органами, да, то есть местными органами. А эта связка сегодня очень важна на самом деле, да? Это очень важно, потому что на сегодняшний день карате, не карате, а в смысле спорт, в общем, наконец-то занимает не последние позиции, да, в списке нужных вещей, там, для государства, образно говоря, вот. Вот, и на сегодняшний день государство очень поддерживает спорт. Поэтому я открыл семь филиалов в таких городах, как Армянск, Красноперековск, Ялта, Алушта, Симферополь, естественно, и Советский район, и Бахчисарайский район. Ну, в принципе, как раз по точкам все разбито. По точкам все разбито, но еще планируем это Джанкой, это Евпатория, Феодосия, Судак и Керчь. То есть, скажи, вправе ли мы, допустим, говорить о том, что со временем все-таки вектор развития крымского карате, он будет немного смещаться, потому что раньше, ну, не секрет, что зачастую вы существовали за счет спонсорской помощи, да, сейчас вот все-таки вектор... Да, на сегодняшний день я вам хочу сказать, что в связи с тем, еще раз уточню, что мы на сегодняшний день являемся единственной аккредитованной организацией, и у нас есть поддержка Федерации Российской, да, и, а также Министерства спорта России, вот, и мы все мероприятия, которые, которые я перечислил, да, это чемпионат оперенства России, ездили за счет государственных средств. То есть, в этом участвовало и Министерство спорта России, и Министерство спорта Крыма, да, а также Министерство образования тоже вот отправляло команду в город Москву. То есть, все министерства, которые связаны со спортом, развитием детского спорта и массового спорта, да, сейчас тесно сотрудничают с аккредитованными федерациями. Ну, конечно, нельзя не сказать, уточнить, да, тот момент, что спонсоры на сегодняшний день все равно играют немаловажную роль. Ты сам заслуженный тренер Украины, ты спортсмен титулованный. Скажи, насколько ты сейчас поддерживаешь свою форму и насколько важно всегда оставаться в строю, что называется? Знаете, карате, как я еще говорил, что это все-таки не только спорт, это стиль жизни и боевое искусство, да. И я первый раз одел кимоно, мне отец говорит, что в три года. И я как бы этого момента не помню, я помню себя лет, наверное, семи и помню и вижу это по грамотам своим, да. И вот если считать с того момента, как я помню, я в спорте уже 25 лет и бросать его не собираюсь, потому что это уже смысл моей жизни на сегодняшний день. Это стиль жизни мой спорт. Это жизнь? Это жизнь, да. Ну и скажи, пожалуйста, твой совет тем, кто сейчас смотрит нашу программу, потягиваясь на диванчике, думает, идти ему в спорт или нет? Тоже каратэ, к примеру. Ну, хочу сказать, что в спорт нужно идти, потому что развитие должно у человека быть не только там духовное и умственное, да, но еще и физическое. Если у нас есть это все три аспекта, да, в человеке, то это называется так называемая гармония, да. Вот, поэтому в спорт нужно идти. И прежде всего спорт развивает целеустремленность и достижение определенных целей, да. Не даром олимпийский лозунг, да, быстрее, выше, сильнее. Вот, поэтому эти все аспекты, они и очень-очень нужны в жизни, тем более при нашей ситуации сегодня, да. То есть, если мы будем ставить цели и идти к ним, и достигать их, и потом ставить новые, то есть, это есть смысл жизни. Поэтому идите в спорт, спорт вас научит целеустремленности и достижения цели. Ну, а также, как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Золотые слова. Спасибо за интересную беседу. Желаем тебе успеха в работе, а твоим спортсменам многочисленных медалей. Дзюдо и самбо всегда были родственными видами, однако, учитывая то, что так или иначе это два самостоятельных вида спорта, сегодня мы попробуем разобраться, что же между ними общего, а что наоборот их разнит. И поможет нам в этом один из лучших самбистов Крыма. Роман Муджири родился в 1988 году. Мастер спорта по самбо, серебряный призер чемпионата Украины по самбо, многократный чемпион Крыма по самбо, победитель и призер ряда международных турниров по самбо и дзюдо. Спасибо, что нашел время в выходной день. Скажи, что мы сегодня будем делать, с чего мы будем начинать знакомство с самбо? Мы познакомимся с самбо, начнем с разминки. Разомнем суставы, шеи, плечи, локти, колени. И затем покажем какие-нибудь приемы в стойке, броски. И несколько болевых в парке. На ногу, на руку. Ну самое основное, самое простое, что первое показывается новичку. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, все, а тут уже идет разминка, сейчас лежа. А вот целым скажем просто, по времени, сколько идеальная разминка занимает? И она у тебя вообще разнится, например, перед турниром там или как? 15-20 минут разминка занимает. Вот идеальная. Должен вспотеть лоб, чуть-чуть. Когда ты уже размялся. Тогда уже организм более-менее привод к нагрузке. Да. Что сейчас будем делать, расскажи. Сейчас мы ложимся на ковер и разминаемся уже лежа. Что очень важно в борьбе, это самостраховка при падении. То есть надо уметь падать. Да, надо уметь падать. А вот при падении ты на спину обязательно должен прижимать подбородок к груди, чтобы не удариться головой. Шея должна быть напряжена. Вот показываю. Как черепаху, да? Да, показываю сбоку тебе. Вот когда ты падаешь, получается, видишь, ты перекатываешься. Голова у тебя прижата к груди, ты головой не бьешься. Ага. Это отработка самоостраховки. Угу. И падение. Попробуй. Просто падение на спину. Вот ты падаешь. Ага. И перекатываешься спиной, понял? Посмотри еще раз внимательно. Угу. Вот ты просто падаешь. Я прошел. И перекатываешься. Вот эта часть должна быть подготовлена к тому, что тебе ее будут пытаться сломать, выкручивать. Ну, поэтому лучше ее размять, потянуть как следует в разные стороны. Разминаешь, ну, и укрепляешь суставы шеи. Честно говоря, не самое простое упражнение. Пожалуй, размялись. Можно приступать уже непосредственно к броскам стойки. Ну, самое элементарное, вот для новичка, что первое показывается, это бросок через бедро, задняя подножка, ну, и передняя подножка. Ну, проходы в самбо, в самбо есть проходы в ноги, чем она отличается еще от дзюдо. Потому что в дзюдо проходов, проходы в ноги уже запретили. Ну, это бросок с помощью вырвания ног. И сейчас все. Ага, в процессе. Бросок через бедро. Ага. Берешь за пояс, под локоть и подворачиваешься. Грудей? Да, ты помнишь, да? Чтобы не биться головой. Ты быстрее, когда падаешь, страхуемся рукой. Держать, да? Нет, бьёшь по ковру. Тянешь руками. И в этот момент, когда ты его вытянул, кручуешь. Следующий приём мы попробуем это бросок, называется задняя подножка. Берётся сверху за отворот и под руку, опять же, как и через бедру. Только теперь ты не выращиваешь, а ты просто выцепляешь ногу. И отсюда же можно сразу переходить на болевой. И ломаешь ему голову. Ага. Попробуем сделать теперь бросок, называется переворот. Он правильно называется. Подъём-переворот. Так же, как на заднюю подножку ты берёшь сверху. Ага. Надо сделать ему болевой. Ага. Чтобы сейчас болевой делать вот таким образом. Ну и вот это вот универсальное, да? Да. Такие ситуации. Руки скрестил. Вот. Вот. Я тебя, получается, разрываю. Это твой замок. Ага. За счёт ног, да? За счёт ног, да. И руку. Вот. Ага. Ещё раз. Крести руки и возьми заход. Вот так, да? Получается. Разрываю. Ага. И тут уже сдаёшься. Чувствуешь? Да, конечно. Ещё бы. Ага. Ага. А теперь мы с тобой попробуем соединить два приёма между собой. Это бросок со стойки и сразу же переход на болевой. То, что мы сейчас с тобой отобрали. Ага. Это вначале то, что мы, да? Да. Значит, делаем заднюю подножку с переходом сразу же на болевой. Ага. И сразу я захожу на... Вот то, что сейчас и показывали, да? Ром, ну вот кем бы ты стал, действительно, из спортсменов, скажем так, если бы ни борьба, ни самбо? Ну, был выбор заниматься ещё футболом. Может быть, бы занимался бы футболом. Очень нравится мне этот вид спорта. Ну, а сейчас как вообще? Поигрываешь? Бывает, с мячом сталкиваешься? Конечно. С ребятами собираемся на выходных, ну, с борцами с зала, с ребятами самбистами играем в футбол. Вот. И для борьбы очень полезно, на функционалку, на выносливость. Вообще, что ты мне кажется, знаешь, обычные футболисты, вряд ли их мечтой является играть с борцами в футбол, да? Ну, с борцами футболисты стараются в футбол не играть. Потому что у нас футбол заканчивается тем, что он превращается в борцовский футбол. Начинаются подсечки, броски, толкотня. Поэтому футболист, наверное, не выдержит с нами играть. Твой девиз какой по жизни и в спорте? Что тебе помогает, когда вот ты вот близок к тому, чтобы немножко опустить руки, встать, подняться, выпрямиться и идти дальше? Ну, девиз это никогда не сдаваться. Это единственный девиз. Через боль, через труд, через пот, идти к победе. Любой ценой добиваться на успех. Вот таким получилось мое второе знакомство с борьбой. Если говорить о выводах, то вывод, наверное, можно сделать один. Сампа – это действительно самостоятельный вид спорта. Несмотря на то, что очень много схожего цвета, здесь все-таки есть очень много индивидуальных, скажем так, элементов, которые помогают отличать этот вид спорта от всех других. Он действительно будет полезен и для общей физической подготовки, но и для самообороны, что особенно немаловажно в наше неспокойное время. Это борьба, это сила, дух и отвага. Родные берега – цвета нашего флага. Москва – самба. Это не просто спорт. Это дух того, во что верит русский народ. Говорят, что все это для нас несерьезно. Но столько лет прошло, и сомневаться уже поздно. Когда же вы поймете – это не игра, это судьба. Может, не твоя, но для меня – сколько потерь, сколько слез. Но лишь отвага заставила гордиться цветами нашего флага. Всех, кто верит в победу от детей до отцов. Кто-то не знает, но мы живем в стране борцов. Так что приходите в секции самбо, познавайте азы борьбы, потому что сейчас уж чего-чего, а недостатка секции самбо у нас в Крыму нет. А для детей к тому же эти занятия проводятся и бесплатно. Так что вперед, а я на следующей неделе попробую что-нибудь. Вот и все, чем мы успеваем поделиться с вами в сегодняшнем выпуске. Через неделю вас ждет новая порция свежей спортивной информации. Так что не пропустите – будет интересно. Это была программа «Мой спорт». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова